Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Екатерина Костенникова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Жители пятиэтажки на северной стороне подпирают шкафом разрушающуюся крышу. Пожарные, спасатели и сотрудники госавтоинспекции провели совместную акцию по профилактике тяжелых случаев ДТП. Юные дзюдоисты показали мастер-класс воспитанникам Севастопольской школы искусств. Как в Севастополе готовят первых фиджитал-спортсменов в недавно открывшемся центре. На музее христианства в Новом Херсонесе установили масштабный купол. Об этом рассказали в администрации историк археологического парка, опубликовав соответствующий пост в телеграм-канале. Высота самого здания музея христианства 35 метров, диаметр купола составляет 31 метр. Он выполнен по прототипу купола собора Святой Софии в Стамбуле. Его венчает Хризма. Это монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв, скрещенных между собой. Как рассказали в пресс-службе Нового Херсонеса, возле купола будет работать открытая смотровая площадка с видом на весь историко-археологический парк и Свято-Владимирский собор. Симметричные пандусы, расположенные полукругом, позволят гостям плавно подниматься на верхние уровни здания. На протяжении всего пути к открытой смотровой площадке посетители будут сопровождать мультимедийная экспозиция, предлагающая погрузиться в историю христианства. Жители пятиэтажки на северной стороне подпирают шкафом разрушающуюся крышу. О проблемной кровли двух домов на улице Симонка мы рассказывали еще два года назад. Несмотря на многочисленные обращения севастопольцев в различные инстанции и обещания чиновников отремонтировать крышу, люди продолжают фиксировать новые дефекты, страдают от потопа в квартирах во время осадков и рискуют однажды оказаться под завалами. Разглядеть небо можно, не выходя из многоквартирного дома номер 55 на улице Симонка. И это не романтичное мансардное окно на крыше, а дыра от обвалившейся в ночь со 2 на 3 августа 2022 года – кровли. Тогда мы рассказывали об этой проблеме. Решить ее не удалось до сих пор. Усилия управляющей компании по латанию дыр не избавили жителей от опасности. В любой момент тяжелые бетонные плиты могут, проломив чердак, рухнуть прямо на головы людей. В недавно бушевавшую грозу в квартиры вновь полилась вода. Упало еще одно перекрытие. На протяжении уже 10 лет происходит обрушение крыши, плит перекрытия на чердачном помещении. После дождей все становится все хуже и хуже. После недавнего ливня обрушилась плита. И там на грани обрушения еще несколько плит. На данный момент ничего у нас не происходит, никаких ремонтных работ не проводится, потому что не выделен бюджет. По словам возмущенных севастопольцев, сотрудники управляющей компании «Север» после ливня в ночь на 15 июня лишь закрыли образовавшийся новый просвет куском шифера и установили деревянные подпорки. Пожаловались в аварийную службу и вот накрыли профнастилом. Ну и все. От чего это сделано, непонятно. От дождя это не защитит. Здесь то, что лежит все, упавшая плита, она так и лежит. Даже до конца ее не срезали. Еще в 2022 году была проведена экспертиза кровли пятиэтажки на улице Симонка. Тогда установили, что лишь малая часть ребристых плит покрыта рубероидом. Выявили нарушение защитного слоя и многочисленные трещины в бетоне, коррозию арматуры, отсутствие устройства водосточной воронки, значительные смещения и прогибы перекрытий. Эксперты подытожили. Нужен срочный ремонт. Жильцы считают, чтобы замедлить процесс разрушения плит, следовало хотя бы покрыть их слоем гидроизоляции. Отсутствие гидроизоляции вообще полное над некоторыми квартирами, конечно, сделано. Но это сделано не особо качественно. И все равно со временем все это протекает между стыками плит. Это все равно дождь течет, снег и все остальное. Это очень влияет. Ветер тот же самый. Севастопольцы в надежде приблизить капитальный ремонт кровли неоднократно обращались к самые разные инстанции. Департамент городского хозяйства города в прокуратуру, губернатору, общественникам и даже к президенту. Боясь в буквальном смысле остаться без крыши над головой, люди своими силами попытались удержать еще одну обрушающуюся плиту, подперев ее шкафом. Пока вот трагедия не случится, пока кто-то не погибнет, ничего не будет. Потом начнутся, конечно, проблемы какие-то. У всех они начнутся, естественно, и у жильцов, и у тех, кто вообще ответственный за эту ситуацию, кто должен ее решать. Вот это качели, эти перебрасывания от футболивания, то, что называется, друг к другу в разные министерства, в разные организации, ну, оно ни к чему хорошему не приведет. Аналогичная аварийная ситуация сложилась и в соседнем доме номер 57 на улице Симонка, крыша которого во втором подъезде фактически держится на деревянных подпорных конструкциях. Толщина всего 6 сантиметров этой плиты с ребрами жесткости. Вода фильтровалась, дождь-мороз, дождь-мороз раздалось. И все это, часть плит лопнула, а остальные плиты просто фильтруют эту воду на чердак, а с чердака попадают в квартиру. Соседка, вот когда был дождь, она выносила ведрами. В декабре 2022 года на заседании правительства Севастополя поднимался вопрос аварийной крыши дома номер 55 на улице Симонка. Тогда власти вынесли постановление о выделении около 6 миллионов рублей из резервного фонда города на демонтаж разрушенных участков кровли. Бывший в тот момент главой департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявлял, что подготовка проекта капитального ремонта займет около двух месяцев, а затем специалисты приступят к восстановлению перекрытий. Необходимо провести восстановительное мероприятие по защитному слою бетона, также защитить арматуру, которая тоже уже корродировала. И, соответственно, необходимо провести заправительные заскательские работы, чтобы не допустить разрушения. Мы сделали мероприятие по усилению, примитивное, правда, но, по крайней мере, позволяет сегодня эксплуатировать. Сделали участок, чтобы вода не попадала сверху, на плавление сделали. В общем, там кто-то следит за ней. Да, да, мы управляющие компании. В мае 2023-го между управляющей компанией «Север» и обществом с ограниченной ответственностью «Новый город» был заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ. Их завершили в ноябре того же года. Но к ремонту кровли пока не приступили. Мне кажется, уже вот следующую зиму, возможно, дом уже даже и не переживет. Потому что вот были здесь вот неделю назад буквально сильные дожди, ветер был сильный. И заливало очень сильно, то есть там до третьего этажа вода потоком просто лилась. В январе этого года исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов в письменном ответе на очередное обращение возмущенных севастопольцев сообщило о намерениях запросить 33,5 миллиона рублей из резервного фонда местного правительства для строительно-монтажных работ на кровле многоквартирного дома. При этом сейчас на сайте фонда содействия капитальному ремонту города значатся сроки восстановления полуразрушенной крыши – 2032-2034 годы. Чтобы уточнить, когда жителям ждать обновления кровли, мы направим информационный запрос в Департамент городского хозяйства. Проголосовать на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя можно будет, не выходя из дома. Напомним, они пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. На заседании городского избиркома рассказали, как принять участие в грядущих выборах в региональный парламент в формате дистанционного и электронного голосования на портале госуслуги. У нас основная кампания выбора депутатов Законодательного собрания города Севастополя 3-го созыва и две кампании в районах Балакарском и Нахимовском по довыборам. Так или иначе, мы используем единый портал государственных и муниципальных услуг, где и будет проходить голосование. Необходимо подать заявку в сроки, начиная с 22 июля и последний день 2 сентября, и в дни голосования с 6 по 8 принять участие в голосовании. Дистанционное электронное голосование состоится в Севастополе уже в третий раз. В 2021 году в нем приняли участие 18 тысяч человек. На недавних выборах президента России уже почти вдвое больше. По словам председателя Севы сберкома Нины Фаустовой, это надежный и эффективный инструмент. Заменить или потерять голос технически невозможно. Люди, подавшие заявление о голосовании дистанционным электронным способом у нас на участке, исключаются из списка избирателей. Когда избиратель придет на участок, ему не дадут возможности получить бумажный бюллетень. Однако, если у избирателя нет с собой смартфона, планшета, ноутбука, на участке предоставят компьютер, он сможет под своим логином проголосовать. Эту схему мы уже тоже прорабатывали. Избирательная кампания официально стартовала 4 июня. На выдвижение кандидатов дается ровно месяц, до 18 часов 4 июля 2024 года. Прецеденты на депутатское кресло должны предоставить биографические данные, а позднее будет проведена жеребьевка на бесплатное эфирное время для предвыборной агитации. На данный момент Севастопольскую городскую избирательную комиссию документы никто не представил. Представлены документы двух кандидатов-самовыдвиженцев в территориальную избирательную комиссию Гагаринского района с полномочиями окружной избирательной комиссии по второму округу. Ждем всех до 4 июля в 18 часов принимаем документы. Сотрудники МЧС и госавтоинспекции провели совместную акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на встречную полосу движения и превышением скоростного режима. Пожарные спасатели продемонстрировали свою работу в случае серьезных повреждений автомобиля. Инспекторы, в свою очередь, в очередной раз напомнили водителям об угрозах, которых несет опасная езда. Пожарные спасатели и сотрудники госавтоинспекции показали водителям города, к чему приводит нарушение правил дорожного движения. Наглядная инсталляция, завалившаяся на бах и вспыхнувшая от удара легковушка, появилась на одном из участков Камышового шоссе утром 21 июня. Инспекторы останавливали проезжающие мимо машины, чтобы напомнить севастопольцам об опасностях, которые могут их подстерегать за рулем. Мы наглядно сделали инсталляцию, на которой видно возможные последствия при нарушении скоростного режима, либо разметки и прочих. И, соответственно, демонстрируем те силы и средства, которые используются обычно при ликвидации последствий ДТП, и те силы и средства, которые используются для помощи водителям, которые попали в ДТП. Такую совместную акцию ведомство проводит в нашем городе впервые. Она призвана привлечь автомобилистов к корректному вождению, а также обратить внимание на угрожающие жизни ситуации, связанные с превышением скорости, отказом от использования ремней безопасности, обгоном и выездом на встречную полосу. Госавтоинспекция Севастополя призывает всех водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помните, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людей. За пять месяцев текущего года зарегистрировано 175 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых погибло уже 11 человек, и получили ранения 221 человек. Из них на федеральной дороге 4 ДТП, в результате которого погиб уже один человек, и получили ранения 5 человек. Сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю продемонстрировали действия при разборе последствий тяжелых дорожно-транспортных происшествий, показав, насколько сложно извлечь пострадавшего водителя из заблокированной машины. А ведь чаще всего, чтобы сохранить жизнь человеку, попавшему в такую аварию на дороге, есть считанные минуты. Помогали пожарным в демонстрации добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Были ситуации, когда просто наши студенты проезжали и приходилось оказывать помощь. В таких ситуациях, во-первых, основная работа МЧС. Мы можем только помочь своими руками. Провести анализ пострадавшего, при возможности, если нет сопутствующих травм, вытащить его и провести там какую-либо реанимацию до приезда МЧС и скорой помощи. За первые пять месяцев этого года в результате выезда на встречную полосу в Севастополе случилось 16 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 34 человека. Трое погибли. 13 происшествий на дорогах произошли по причине пьяного вождения. В них пострадало 17 человек и один погиб. На постоянной основе, в местах, очагах, скажем так, где происходит массовое ДТП, проводятся рейдовые мероприятия. Также сотрудники госавтоинспекции работают на данных маршрутах патрулирования, пресекают, предотвращают, проводят профилактические мероприятия в данном направлении. Сотрудники госавтоинспекции и МЧС надеются, что такая акция заставит водителей помнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Ведь иногда желание доехать быстрее может стоить жизни. А также напоминают о штрафах. Выезд на встречную полосу может обойтись в 5000 рублей или лишение права управления транспортом на срок от 4 до 6 месяцев. Жанна Тарасова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. Второй выезд ФК «Севастополь» в Ростовскую область в этом сезоне снова выдался неудачным. Две недели назад подопечные Станислава Гудзикевича уступили в Таганроге местному «Форте». А теперь не смогли совладать с молодежкой команды российской премьер-лиги футбольного клуба «Ростов». Эта встреча состоялась 18 июня и началась для севастопольцев, а не в красном. Удачно. Уже на третьей минуте Денис Кравченко вывел гостей вперед. До перерыва наша команда владела преимуществом, которое, правда, больше не вылилось в забитые мячи. А вот хозяева ко второму тайму произвели некоторые перестановки. Результат сделали футболисты, регулярно привлекающиеся к тренировкам с первой командой. Имран Азнауров на исходе часа игры продемонстрировал отличный дриблинг и сравнял счет. На 68-й минуте Илья Зубенко дальним ударом застал врасплох севастопольцев и вывел «Ростов-2» вперед. Самый явный шанс избежать поражения у гостей был в добавленное арбитром время. Однако мяч чудом не влетел в ворота. Наша команда проиграла 2-1. По возвращению из Ростова-на-Доноу своими эмоциями от матча поделился капитан Севастополя Виталий Мироненко. С Ростова мы играли еще на сборах, поэтому информации по ним было очень много. Всю неделю мы их разбирали, разбирали игру, которая была на сборах, разбирали игры, которые были в чемпионате, так как уже сыграли много игр. Были готовы. Я же говорю, вот тот план, которого мы придерживались, первый тайм очень хорошо сработал. Я бы не сказал, что они нас удивили. Мы были к ним хорошо подготовлены и готовы. Очень жаль, что проиграли. Большой осадок это, конечно, поражение оставило на нас. Следующий матч наша команда проведет дома. Севастопольцам будет противостоять еще один лидер текущего сезона – футбольный клуб «Астрахань». Встреча состоится на главной городской арене в понедельник, 24 июня в 19.00. Дзюдо – это тоже искусство. Под таким девизом прошли показательные выступления юных спортсменов перед воспитанниками Севастопольской школы искусств. Ребятам рассказали об истории и философии этого популярного направления, а также о роли, которую дзюдо сыграло в жизни российского лидера Владимира Путина. Чем гибкий путь может быть полезен будущим художникам и артистам в следующем материале. Это бросок через бедро. Захват продвигался. И еще один другой бросок через спину. Если ты знаешь, да, или задняя подножка. Вот, Иван демонстрирует задние подножки. В дзюдо, как и в любом виде искусства, мастерство оттачивается в течение многих лет. На татаме вышли как совсем юные спортсмены, владатели желтых поясов начального уровня, так и опытные дзюдоисты, кандидаты в мастера спорта, призеры и победители всероссийских соревнований. Каждая возрастная группа продемонстрировала свои техники и приемы, которые изучают на тренировках. И все же дзюдо – это больше, чем просто спорт. Это целая философия и методика развития не только тела, но и духа человека. И с годами я понял, что главная победа не на татаме, а в душе. Я победил свои страхи. Неотъемлемая часть философии дзюдо – уважение. К себе, к партнеру, к самому боевому искусству. Не случайно так часто можно увидеть церемониальный поклон Рэй. Это и приветствие, и завершение каждого поединка. Не только борьба, где идут непосредственно соревнования, а есть еще вид, как ката – демонстрация техники. Это каждый спортсмен учит определенные приемы и демонстрирует то, насколько он их хорошо выучил. Это, знаете, сродни каллиграфии, когда одну и ту же букву рисуют, много раз, но все время разным шрифтом или разным наклоном угла. Также и здесь делать это красиво и получать от этого удовольствие, в том числе и эстетическое. Идея познакомить воспитанников школы искусств с миром дзюдо пришла спонтанно, рассказали организаторы встречи. Но результат оказался впечатляющим. Участники летней творческой смены «Новый Херсонес» с интересом и восторгом следили за выступлениями спортсменов. Кто-то, возможно, сам захочет присоединиться к полуторатысячной семье севастопольских дзюдоистов, совмещая тренировки и занятия музыкой или живописью. Таких прецедентов немало. А вот для остальных мастер-класс стал необычным творческим упражнением. Вот эта реакция на команды, вот эти падения, вот эти позы изобразят наши художники. Одновременно театр следит за мимикой, следит за движениями, копирует это. То есть наши воспитанники должны вырасти многосторонними личностями, разносторонне развитыми, чтобы успеть ухватить вот эти человеческие реакции, которые впоследствии они изобразят в своих произведениях. Мы увидели, что пробный шар, пробный урок по дзюдо, но очень, с моей точки зрения, и самое важное, с точки зрения детей, которые учатся в школе искусств, они остались восхищены. Они очень довольны. Даже кто-то из детей подошел и сказал, а можно ли записаться теперь на дзюдо. Летняя творческая смена «Новый Херсонес», в рамках которой проходят встречи с деятелями искусств, коллективами и мастерами своего дела в разных сферах, продлится до конца месяца. А севастопольских дзюдоистов скоро ждут всероссийские соревнования. 28 июня ребята продемонстрируют свои умения и силу воли на татаме в спортивном комплексе «Мусон». В Севастополе проходят тренировки для первых фиджитал-спортсменов. Занятия организованы на базе специализированного центра, который открылся полгода назад на улице Колбова. Группы ребят набрали в начале весны, со временем желающих стало больше. На данный момент тренировки проходят по трем направлениям, среди которых наиболее популярное – это совмещение лазертага и динамичных симуляторов. Разделившись на две команды, ребята с автоматами в руках устремляются в бой. Захват и удержание контрольной точки – один из базовых режимов игры в лазертаг. Задача моей команды – захватить и удерживать контрольную точку как можно больше там, в центре поля. Но сделать это не так просто, ведь по нам с той стороны идут огонь сразу из пяти оружий. И вот так вот, скрываясь за укрытиями, шаг за шагом мы подбираемся к цели. Но датчик на моей голове загорелся красным цветом, а это значит, что меня подстрелили и мне нужно возвращаться на базу, чтобы применить аптечку. Если игрока убивают, он имеет возможность восстановиться, получить дополнительные жизни, дополнительные патроны и снова отправиться в бой. Главная задача – это захватить контрольную точку и удержать ее в течение четырех минут. Противник может то же самое перезахватывать точку и ваше время в этот момент будет останавливаться. Как только вы возвращаете точку, время продолжает идти. Еще одна популярная вариация игры в лазертаг – это выживание. Здесь можно делиться как самостоятельные игроки могут друг против друга играть, так же и по командам до четырех команд, либо делиться уже френдли фаером, то есть где каждый может убить каждого. Каждая из шести групп проводит тренировки по лазертагу дважды в неделю. Важно, чтобы ребята были в хорошей физической форме, ведь ведение тактического боя – это постоянное движение. Фиджитал спорт – именно направление, где в приоритете являются физические нагрузки у нас, поэтому подготовка именно по этому направлению проходит у нас двухчасовая. Соответственно, туда входит ОФП-часть и лазертаг. Помимо занятий на улице, ребята тренируются в самом здании, сидя за компьютером. Здесь уже школьники оттачивают свои умения в виртуальных сражениях. Под рукой у них мышка и клавиатура. Сочетание классических и киберспортивных дисциплин – это особенность быстро набирающего популярность фиджитал-спорта. Просто в компы, конечно, ты как бы играть, будешь играть, конечно, но это не так уж и интересно. Со временем тебе это все надоест. А когда ты совмешаешь и спорт, и игру в компьютерные игры, это тебе, конечно, нравится, ты поддерживаешь себя в форме и играешь, в принципе, умеренно. Тебе это не надоест. На данный момент занятия в Севастопольском фиджитал-центре проходят по трем направлениям. Первое направление – это фиджитал-спорт, который содержит лазертаг и цифровую часть всевозможной компьютерной игры, которые часто используются в компьютерном спорте. Другое направление больше сфокусировано на компьютерном спорте – это дота. Там больше часов уделяется компьютерному спорту – доте-2. И физической частью также является лазертаг. И третье направление – фиджитал-футбол, где ребята на приставках играют цифровую часть в фифу, всем известную популярную игру. Ну а физическую часть, опять же, выходят на поле, играют в футбол, мини-футбол. Какое направление выбрать – ребенок решает сам. В любом случае, с ним будут работать профессиональные тренеры. Единственное, что существуют – возрастные ограничения. Фиджитал-футбол имеет более широкие рамки. С 10 лет ребята могут записываться на фиджитал-футбол, а фиджитал-стратегия и фиджитал-спорт – чуть ребята постарше – от 12 лет. Занятия в Севастопольском фиджитал-центре проходят бесплатно. Первые группы ребят набрали еще в начале весны. Желающие присоединиться к тренировкам могут сделать это через официальную группу фиджитал-центров в социальной сети ВКонтакте, а также по телефону плюс семь девятьсот семьдесят восемь пятьдесят два сорок четыре тридцать три. Антон Шачков, Севинформбюро. И в завершении выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 22 июня в городе будет малооблачно. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 27 до 29 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились десять детей, пять мальчиков и пять девочек. На сегодня это все. Телефон редакции пятьдесят девять два нуля шестьдесят, а также мобильный плюс семь девятьсот семьдесят восемь девятьсот тридцать один тридцать один. Уточнить информацию или оставить свою вы, как всегда, можете на нашем сайте ntsdfiztv.com. Ждите новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин